Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем чтение книги чисел. И сегодня мы будем читать 24 главу этой книги. Здесь продолжается история про Валака и Валаама. Валаам, языческий пророк, увидел, что Господу угодно благословлять Израиля и не пошел, как прежде, для волхования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоящего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Феоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Удивительный языческий пророк. Далее он продолжает говорить. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды. Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, бастрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их, и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев, и как львица, кто поднимет его, благословляющий тебя благословен, проклинающий тебя проклят. «И воспламенился гнев Валака, мавицкого царя, на Валаама, этого пророка, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму, «Я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место, я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести». То есть Валак начинает угрожать расправой Валааму. «И сказал Валаам Валаку, «Не говорил ли я послам твоим, которых ты посылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то буду говорить». Удивительный пример нееврейского пророка. Он знает имена Бога, он преданно служит ему при всех своих недостатках, о которых мы уже говорили. «Итак, вот я иду к народу своему, пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей, то есть еврейский народ, с народом твоим, то есть с мавитянами, впоследствии времени». Теперь будет пророчество Валаама о мавитянах. «И произнес притчу свою и сказал, говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божие, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает на открытые очи его». И вот сейчас мы услышим пророчество о Христе. И этот языческий пророк, который впоследствии будет умершвлен даже израилетянами за то, что все-таки было какое-то у него намерение пойти и проклясть за деньги еврейский народ, но он сподобляется пророчеству о Христе. Слушаем внимательно. «Вижу его, но ныне еще нет». То есть еще не пришел он. «Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл Израиля и разит князей Муава и закрушает всех сынов Сифовых». Он видит Вифриемскую звезду. Он видит того, кто еще не воплотился в этом мире. Это чудо. «Разит князей Муава» это свидетельство о том, что Христос прекратит языческие жертвоприношения во всем мире. «Едом» будет под владением, «Сиер» будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою». А Христос и приходит в этот мир как свет во откровение языков и славу людей своих Израиля. «Пришедший, происшедший от Иакова, овладеет и погубит оставшиеся от города». И увидел он Амалика и произнес притчу свою и сказал «Первый» Что значит увидел он Амалика? Он увидел среди людей вот этого мавицкого царя и Амаликитян. И увидев, произнес притчу сию и сказал «Первый из народов Амалик, но конец его гибель». И увидел он Кенеев и произнес притчу свою и сказал «Крепко жилище твое и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин и недолго до того, что Асур уведет тебя в плен». И увидел Ога это воин, великан, правитель произнес притчу свою и сказал «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет сие Бог». То есть он видит и ответную реакцию язычников. «Придут корабли от Китима и смирят Асура и смирят Эвера, но и им гибель». И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валах также пошел своей дорогой». То есть с одной стороны созерцание Христа в его пришествии, когда Рождеству предшествует звезда, видит он, а потом он видит судьбу вот этих языческих народов, которые населяли Ханаан, что судьба их будет печальна, хотя они и одержат какую-то победу во дне Ога, царя Фасанского, насколько я помню, но потом они проиграют. Итак, сегодня мы окончили чтение 24-й главы. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз будем читать 25-ю главу книги Чисел.